А у нас сейчас есть возможность послушать мнение главы правления Международного центра перспективных исследований дипломата Василия Филипчука. Добрый день, пан Василь. Витаю вас. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, каковы на сегодня дипломатические перспективы урегулирования конфликта на Донбассе? Как вы их видите? Доброго дня. Природный распредел. Припустим, если в случае Молдовы, Приднестровья и Молдова, между ними есть Дністер, который их разделяет. Или, припустим, в случае Украины, я целиком легко могу удивить, что заморожение Крымской проблемы, поскольку Фактически Крым и Украина очень мало что объединяет с точки зрения инфраструктуры, движения людей и так далее. А вот в случае Донбасса заморожение, мне кажется, очень малеймоверное, точнее, фактически неимоверное. Оскільки лінія контакту, лінія распределения, она фактически идет по живому. Идет фактически через всю эту группу, основную инфраструктуру, фактически неужели, неужели, но мне кажется, что иншого способа регулирования гражданской проблемы не имеет. Какие это делать? Залежит от політичности, от выс olehs, от визначения того, кто есть стороной політичности, и здатности принимать политические решения. Как только есть политическая воля до регулирования, тогда технология уже достаточно простою, поняла. Звичайно, что мы все критикуем мінские договоры, оскільки там прописано достаточно таки погано с точки зрения дипломатической майстерности и технологии регулирования. Но мінские договоры не откатывают возможности инших дополнительных элементов. Например, я уже тривали час, предлагаю рассмотреть возможность проведения международной и тимчасовой администрации, которая была бы переходным периодом между нынешним статусом территории неконтрольных, скажем так, умовно в лапках ДНР и ЛНР, так называемых, або до момента, когда это будет полностью контролировано Украинская территория. Понимаете, что в один день будет выбор и будет переход суверенитету из рук тех, кого мы называем террористы, до рук украинской влады, это сложно, поэтому в большинстве случаев регулирование происходит шляхом проведения переходных периодов. То есть на 2-3 года под управлением ООН, в принципе, и другие организации, которые имеют такой опыт в свете, не существует, и обещания никогда такого не делали. То есть создается администрация, которая имеет все суверенные права, которая руководит всей инфраструктурой, которая руководит всеми аспектами жизнедеятельности неконтрольных территорий, и поступово, крок за кроком, восстановит связи между неконтрольными территориями и основной частью Украины. Цей период 2-3 года завершается виборами, когда происходит уже легитимизация местной влады. Но это происходит тогда, когда уже восстановлена нормальность в жизни на территории, про которую мы говорим, и в их контакте между этими территориями и основной частью. То есть тогда, когда уже есть и питание безопасности, и верховенство права, и рух людей, и торгово-экономические связи, и, например, присутность представителей Центральной выборчей комиссии на этой территории и так далее. То есть это все можно... Пан Василь, вопрос. Уточните, это имеется в виду после вывода войск все же российских? Россия говорит, там российских войск немае. Мы говорим, там есть российские войска. Но мы можем месяцами играть с этими дефинициями. Кто судья? Кто установит? Мы имеем мониторинговую миссию ОБСЕ. Вы где-то видели хотя бы в одном звете мониторинговой миссии ОБСЕ слова «российские войска»? Нет, там их немае. Мы говорим, это немецкий посол, глубоко шанованный мною немецкий посол, что ему интервью говорит «российские войска». Хотелось спросить, вот эти слова о том, что выборам на Донбассе армия не помеха, если коротко передавать. Говорят ли об изменении вектора Германии по отношению к Украине слова немецкого посла? Не маю жодної зміни. Это те, про что говорилось много раз и до этого интервью. И это те, что теоретично можливо. Наявность збройных формувань, особенно если это контрольные збройные формувания РФ, не є перешкодой для проведения выборов. Другой вопросов, если они просто будут частью керованого международного спільнота и контингенту, или они будут полностью обеспечивать все процессы на этой территории, будут контролировать выборы. Это две разные вещи. Если говорить о том, что они будут контролировать выборы, то выборы будут отбываться под дулом автомата, то безусловно, что тогда говорить про их легитимность и признание этих выборов не можно. Если же уявить, что будет международная миротворчивая присутность, перехида адміністрации и часть миротворчивых войск будет представлять и РФ, это неприятно. Это очень неприятно. Но это можно пережить, это может быть такой принятной циной для регулирования конфликта. Если за условия, что контроль полностью выполняется с боку международной администрации, где так же должны быть уже противники Украины, так же там украинские оружие формирования. То есть природа переходного периода может быть наиболее. Скажите, пожалуйста, что в череде последних событий? Политические туристы, которые пытались до, ну и, собственно, некоторым удалось еще до президента Украины встретиться с господином Трампа. Телефонный разговор, предстоящий визит. Что из этих последних заявлений, иногда скандальных, касающихся нашей страны? Главное, что второстепенное. Вот есть какие-то сигналы того, что меняется в целом ситуация? Ну, ситуация уже изменилась, изменилась кардинально. В нашей стране. Эти позиции нет. Эта позиция, очевидно, будет сформирована в ближайшие 2-3 месяцев. Дай Бог, чтобы до конца березня мы чётко понимали, про что йде мова. Пока не понимали, какая будет позиция Трампа. Есть несколько таких очень интересных индикаторов, которые говорят про то, что очевидно, что Трамп все-таки может пойти на перегляд тією позиции, которую Вашингтон занимался в Украине. Очевидно, что его интересы отрезаются от интересов предыдущих администраций. Но якою будет кинцевое решение, пока что тяжело понимать. Главное для нас не ждать, пока какие-то мудрецы вашингтонские понимают, что делать с Украиной. Важно нам самим предлагать наше бачение, что мы хотим, как мы бачим регулирование конфликта, но не только с точки зрения наших желаний. Наши желания не важны, но они не являются фактором вплыва. Это должен быть мирный план, который реалистичен, который базируется на одном условии. Компромисс. Вы предложили сами этот план, да? Да. То есть много вопросов немецкого посла, но почему-то никто не пометил основное, что он сказал. И основное, что говорит не только немецкий посол в Киеве, но вся европейская дипломатия, вся американская дипломатия. Компромисс. Выиграть эту войну силовым тиском неможливо. Выиграть эту войну військовым нападом неможливо. Выиграть эту войну... Главное мнение на этот счет. Скажите, снятие санкций окажет решающее влияние на судьбу Украины с снятия санкций президентом Трампом? Нет. Нет. Ни санкции. Это дополнительный элемент тиска. Это не основной инструмент, который влияет на ситуацию в видосах Российской Федерации. Тогда будьте добры поделитесь с нами вашим прогнозом относительно ситуации в Украине в случае, если Дональд Трамп и президент Путин действительно найдут общий язык и подружатся. Ваш прогноз тогда, какой будет ситуация в Украине, наша война, чем она завершится? Это гадаю на кофейной гуще. Я уже опубликував статтю, где сказали, что есть два варианта ростководействия. Они могут как подружиться, так и могут очень быстро посвариться. В случае, если они подружатся и будет какой-то такой биг дел, как мы это говорим, велика домовленность, то, звичайно, что Украина будет выдана под влияние РФ в процессе регулирования. Если они посварятся, то я очень боюсь, что будет загострение конфликта. Шансов поки-что и в другом случае десь так поревну 50 на 50. Я даже не знаю, какой вариант лучше, а какой гирше. Но, опять же повторюсь, в любом случае нам нужно быть гравцем и предлагать свои бачения в регулировании конфликта, а не ждать пока, что Вашингтон, Вашингтон и Москва нам скажут, что вы решаете таким образом, иначе завтра будет восстановление войны, повная изоляция или что-то еще. Все варианты возможны. Мы должны восстановить свою субъектность в переговорном процессе. Это главное.